В зале больше 250 работодателей. Именно для них сегодняшняя встреча. С 1 сентября внесенные изменения в Краевой закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов начнут работать. Это значит, что работодатель обязан будет предусмотреть дополнительные вакансии для людей с инвалидностью. На работодателе ложится ответственность по исполнению закона о квотировании. Значит, внесены изменения. Теперь у нас 3% трудоустройства от численности штата, 3% трудоустройства инвалидов. Работодатели с численностью от 35 человек и выше обязаны выполнить это постановление, выполнить закон о квотировании. Большее число рабочих мест должны обеспечить работодатели, в штатном расписании которых больше 100 сотрудников. Помимо инвалидов предусмотрена квота и для категорий, испытывающих трудности в поиске работы. Это многодетные родители, одинокие мамы, военнослужащие, молодежь от 18 до 23 лет и те, кто освободился из мест лишения свободы. Причем все сотрудники, подчеркивает заместитель главы города Ирина Романец, обязаны быть официально трудоустроены. К слову, борьба с неформальной занятостью сегодня на особом контроле городских властей. Сегодня, к сожалению, во всех практических сферах обязательно присутствует в той или иной мере неформальная занятость. А это очень серьезная экономическая проблема. Только на хозяйствующие субъекты по городу Сочи наложено штрафов более 18 миллионов. И мы видим рублей. И мы видим вот только по этому году в результате этой работы у нас уже около официально заключенных около 8,5 тысяч трудовых договоров. Легализация трудовых отношений – это социальные гарантии, обеспечение условий труда и безопасности на производстве. А дополнительные места для сотрудников по квоте работодатели должны обеспечить до конца сентября. Выполнение этих требований проверит городской центр занятости. Рината Шипулина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.